Сказка Юман и Чадух Жили-были старик со старухой Дети у них умирали еще маленькими И только самый младший сын, родившийся на радость отцу и матери Уже на старости лет Рос живой и здоровой Звали его Юманом Когда Юману исполнилось 17 лет Он начал упрашивать отца с матерью Отпустить его учиться Жили они бедно, поэтому родители Сначала не хотели отдавать сына в школу Но сколько ни отговаривали, ни упрашивали они Юмана Тот по-прежнему стоял на своем Делать нечего, пришлось согласиться Мать испекла в дорогу вкусных лепешек А отец пошел его провожать Чтобы добраться до школы Надо было пройти много верст Сначала Юман с отцом шли полями Прошли через огромный лес Потом, миновав большой-пребольшой луг Оказались на вырубленной поляне Куда ни глянь, кругом одни пни Решили они немного тут отдохнуть, перекусить Но не успел Юман присесть на пенек Ко вдруг из-под корня выскочил Седобородый старик Схватил паренька И потащил в подземелье Это был колдун Чадух Зла он людям не делал Но каждый год забирал к себе Лучших парней И учил их своему колдовскому ремеслу Эти парни больше уже не могли увидеть Ни отца с матерью, ни братьев и сестер Поэтому все вокруг его боялись и не любили Отец стал просить Чадуха вернуть единственного сына Но колдун сказал ему Приходи через год, там поглядим А раньше просить и не думай Все равно не отпущу Опечаленный старик-отец Поднял с земли котомку с лепешками И побрел обратно к старухе Миновал год Отец снова собрал котомку И попрощавшись со старухой Пошел на ту вырубку Где они с Юманом встретили злого колдуна Отыскал он тот самый пенек Сел на него и позвал Чадуха Не успел он договорить имя колдуна Как тот появился, словно вывез из-под земли И повел старика за собой Подземелье оказалось светлым светлом Когда спустились, старик глазам своим не поверил Кругом луга с травой по пояс Тут же река течет Невдалеке шумит лес Словно и не в подземелье они А на самой земле Чадух завел отца Юмана в дом Усадил в горнице Асан куда-то вышел В это время откуда ни возьмись Появился Юман Возмужал он так, что не узнать Обнялись они с отцом Расцеловались Я за тобой пришел, Юман Пойдем домой, говорит старик Уйти отсюда не так просто, отец Отвечает Юман Колдун Чадух держит у себя в неволе Двенадцать парней Он превратит всех нас в двенадцать голубей Словно две капли воды Похожих друг на друга А тебе надо будет в одном из них Узнать меня Смотри хорошенько Когда я буду улетать в горницу Одним крылышком незаметно коснусь пола Потом Чадух превратит нас в двенадцать борзых собак И на этот раз мы все будем похожи В блестящей черной шерсткой И белыми пятнами по бокам и спине Мы начнем славим кружить вокруг тебя Когда я приближусь к тебе Пригну левое ухо Гляди получше, отец Наконец он превратит нас в двенадцать красавиц Мы опять будем похожи друг на друга Когда я окажусь рядом с тобой Камешек на перстне на среднем пальце правой руки Сверхнет в твою сторону Только так ты узнаешь меня Едва успел Юман выйти Появился Чадух Ну как, не скучал тут без меня? Нет, вроде не скучал Отвечает отец Юмана Если хочешь забрать сына Тебе надо будет узнать его Хотя он совсем не будет похож на себя Если узнаешь его все три раза Можешь увезти домой Сейчас они с друзьями войдут сюда Гляди получше Чадух распахнул невидимую дверь С левой стороны от себя И влетели двенадцать голубей Они закружились Замахали крыльями вокруг отца Юмана Когда влетали в горницу Один из голубей Чуть коснулся левым крылышком пола Отец Юмана сразу приметил его А потом показал Вот мой сын Узнал однако Развелся колдун Голуби одним за другим Вылетели из горницы Дверь сама собой закрылась Но распахнулась другая С правой стороны Откуда бежали двенадцать борзых собак И запрыгали вокруг отца Юмана У всех хвосты подняты Вверх уши тоже торчком Только у одной Левое ухо отвисло Старик показал на нее Вот мой сын Ничего не сказал на этот раз Чадух Только хлопнул в задушку И все исчезли Тут распахнулась дверь напротив В горницу плавно Вплывили двенадцать разряженных красавиц Не идут, скользят по полу Словно лебедушки Все в шелках и парче Украшены драгоценными камнями Станом стройные, высокие Лицом пригожий Хоть воду с них пей Одна из них поймала перстнем Который был у нее на среднем Пальце правой руки Солнечный лучик И камешек блеснул на отца Юмана Вот мой сын Обрадовался отец Потемнел Чадух лицом Да делать нечего Уговор есть уговор Посадил он Юмана с отцом за стол Угостил, как самых дорогих гостей На прощание подарил Юману книги Разные гостинцы И вывел их из подземелья Идут отец с сыном домой Радостные, счастливые Когда шли по полю Над ними со зловещим карканем Пролетел ворон Тут Юман с отцом оба разом Пригорюнились Поняли, что испытания еще не кончились Наконец добрались они домой На пороге старуха-мать встречает Все глаза приглядела их ожидаючи Попировали они на радости гостинцы Чадуха На стол выложили А потом настало время подумать Как дальше быть Пока их не было дома Хайзайство совсем оскудело Надо его поднимать Юман говорит Отец, завтра утром я превращусь в рысака Ты сведи меня на базар И поторгуйся Только пока 10 тысяч рублей не дадут Не продавай А если кто согласится заплатить Столько денег Уздечку оставь себе Не отдавай вместе с конем На следующее утро Юман превратился в красивого коня Отец, придерживаясь за удечку Повел его на базар Все, кто был на базаре Собрались поглядеть на красавца коня Кто вслух хвалит Кто от удивления Только языком прицокивает Купцы на перебой 8 тысяч за коня дают Но отец Юмана Ни в какую не соглашается Тут на базар пришел Средобородный старик Это был переодетый Чадух Он сразу согласился Заплатить 10 тысяч рублей Просит отдать и уздечку Но отец Юмана вспомнил Что сын говорил И не стал отдавать уздечку На деньги купил у торговцев Муку, соль, сахар Неспокойно у самого на душе И спереживался Пока домой шел Зашел в избу И стал рассказывать старухе Что случилось с ним на базаре Ну как отец вернулся Спрашивает в это время С печи Юман Оказывается он вернулся раньше И лег отдохнуть Старик со старухой Обрадовались Истопили печь Сварили суп Сытно теперь И в избе уютно стало Перед тем как лечь спать Юман говорит отцу Стану я завтра конем вороным Крашу сегодняшнего Ты сведи меня на большую ярмарку Продай Но меньше чем 15 тысяч Меньше чем на 15 тысяч Не соглашайся А коли продашь Устечку не отдавай На утро отец Сделал все Как велел сын Пошел он утром С вороным На ярмарку А тут же Вся ярмарка Сбежалась На товаре его поглядеть А вороной И вправду Всем коням конь Блестящая шорт Колосница Ноги словно В белые носочки одеты То и дело Богатой Гривой Попотряхивает Горделивую шеву Приподнимает Копытами землю бьет Того и гляди Вырвется сейчас Из рук хозяина И не поскачет А полетит Купцы глаз С него не сводят Тринадцать тысяч Предлагают Но старик Ни в какую не продает Хочет пятнадцать тысяч Получить Тот пришел Опять на ярмарку Седобородный Старик Отец Юмана И на этот раз Не узнал чья духа Колдун сразу Согласился Заплатить столько Сколько просит старик Он отдал отцу Юмана деньги А пока тот Пересчитывал их Взялся подержать Коня за уздечку А потом Так и увел Ее вместе с уздечкой Вернулся Радостный отец Домой А Юмана нет Только тогда Вспомнил он Про уздечку Про ту Что наказывал сын И схватился За голову Совсем лишился Старик Покоя Место Не находит Не знает Как быть Где теперь Юмана Искать А колдун Чудух Повел Воронову В свое подземелье Как только Добрался домой Вилял слугам Запереть коня В конюшне И глаз С него не спускать Подвесьте его так Чтобы передние ноги Земли не касались А голова До потолка Не доходила Три дня Не кормите Три дня Пить не давайте А потом Запрягите И заставьте Возить в бочках Воду Подпругл Не ослабляйте Поводья Тоже покрепче Держите Слуги Выполнили Все что верено Воронову Три дня Подвешенным Держали Не есть Не пить Ему не давали А потом Стали возить На нем воду Заметили слуги Что когда они Наполняют бочку Конь Жадно смотрит На воду И пожалели его Решили немного Ослабить поводья Но только Ослабили их Чуть Конь коснулся Губами воды И превратился В щуку Нырнул в воду Удивленные слуги Побежали домой Рассказали Всю чудуху Тот накричал на них Затопал ногами Но потом Оставив всех Быстренько Побежал к реке Превратился в сама И погнался За Юваном В это время К реке спустилась За водой Красивая девушка Юван обернулся Золотым кольцом И закатился в ведро Говорит девушке Сейчас из воды Выскочит старик И станет просить Тебя отдать ему колечко Ты сначала Не отдавай А потом Крикни в сердцах Пусть тогда Ни мне Ни тебе Не достанется И кинь колечко На землю Тогда я рассыплюсь На множество Просенных зернышек Ты наступи Одно На одно И стой на нем А когда я стану Ястрогом Коснись Рукой моих крыльев Колдун Петух склевал Молодец Добро наживать Друг на друга радоваться Детей растить И сказку Эту им сказывать Рукой моих крыльев Рукой моих крыльев